Привет, ребятки, наши ненаглядные чародейки и чародеевы. Это потрясающая восьмая серия. Нам обещали, что будет разгон наконец-то. Предыдущая была знаменательна только отношениями Ирмы и Бланка, а еще прекрасной водяной женщины. И некоторые из комментаторов заметили очень интересное обстоятельство. Почему эти мстители не забрали сердце Кондратара, а Кондракару убил, когда у них была такая очень удобная возможность? Как-то даже стыдно, что я это не заметил. Да, да, да. А еще нам вообще написали в комментариях, что этот Гиббинса, что это там, рок Гиббинса. А знаешь, что я еще думаю? Что? Они просто переделали слово гипноз. Возможно. Рок гипноза. Очень похоже. Рок гипноза. Он так и называется рок гипноза, кажется. Что он еще будет появляться. Ну да, это типа он уничтожается, когда заклятие падает. Типа его нельзя. Как удобно. О, Сережа. Прикольно. Я думал, он помер. В мультике сидит. Класс. И он такой хопа и красивый молодой мужчина в расцвете сил с деньгами и положением в обществе. Его сейчас мусорный бак съест. Я думал, Нериса просто ради развлечения делает людей счастливыми. Охота началась. На бомжей? Охота на бомжей. Какая-то, блин, он на Нерису и какие-то странные цели. Ну и может он напомнил о каком-нибудь. Охота началась, и перед этим она натравляет мусорный бак на человека, на бомжа какого-то. Ну вот такая вот девушка. Ну окей. Ты пока можешь, страшница. Веселье скоро кончится. Тихтоник. Под властной нам и силой... Я уже задумался. Резко просто вступить. В одно слово не подвластно. Все потекло. Нет? Надо было сходить, чтобы мы скинули. Не помню, не помню. Рук нет рука, бережем мы. Не помню кого. Нет, что ли, что ты девичек. Там ангелы, демоны, блин. А нам все этих неудачникам показывают. Смотрите, там демоны какие-то. Невозможные божественные существа. Нам дают каких-то... Нам только не рису пока показали. Нам надо какой-то очень такой непонятный слой населения. Не самый благополучный демонстрирует. Не свернуть с пути. Наш шанс, наш час. Землю спасти. Ухайли издельные поиски. Скажи красиво. Это в заставке только фигурирует. Почему? Может, они... Может, у нас скоро сходят к парикмахеру? Может быть. Мне все еще, если честно, между нами говорят... Я знаю, тебе это не понравится. Но мне нравится Уилл. Я не могу объяснить, почему. Я не против. Мне тоже... Мне просто... У меня нет квилл-негатива. Она мне просто не нравится. Это какая-то иррациональная. Мне меньше всех нравится. Это иррациональная симпатия. Я еще до конца не смогу в себя заглянуть. И почему? Она вроде как-то ничем особенным, таким невыдительным. При этом я не покупаю. Вот у меня точно такая же иррациональная антипатия к ней. Тоже не могу объяснить, почему. Это вот просто понять. Просто зачем-то... Деконструировать ее поведение, образ мысли. И может быть, что-то действительно не хватает во мне, что есть Уилл. При этом она не раздражает меня. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Девочки вообще не раздражают. Просто не нравится. Да, правда, очень. Чародейки. Я понял, наверное, потому что она занимает больше взрослородительскую модель. Но подумай. Она лидер. Она в основном инициатор. Да, она делает глупости. И она не всегда... Под взрослым не подразумевается. Ты мудрец, который делает все правильно. Это скорее как роль. Потому что Корнелия такая, ха, все на своей волне. Хайлин, ветреная девушка, которая тоже занимается своими вещами. Тарани. Ну, Тарани есть Тарани. Ну, в общем, они какие-то прям... Ты хочешь сказать, она тебе нравится, потому что она лидер. Не совсем прям лидер, да? Не совсем прям лидер. Но прям не прям лидер. Лидер это такое. Скай тоже лидер, да? Я этого Скай хочу в задницу просто засунуть. Кому-нибудь просто. Ревину допустим. И... Ты себя имела в виду? Я... Я... Нет? Просто... Ну, вот он как представитель... Нет, спасибо. Только не он. Он мне не нравится. Он плохой лидер. Ну, как бы человек средней души. Вот Уилл, она как бы... А чем это Уилл лучше лидер, чем Скай? Я не знаю. Чего такого сделал Скай, чего... Точнее, чего такого делает Уилл, чего не делает Скай? Я не могу пока это объяснить. Это на уровне эмоций. Я... Мне Скай не нравится, но как будто ты сейчас его незаслуженно обосрал. В том смысле, что сравнивая с Уилл. По-моему... Мы же не как человек, да? Мы обсуждаем их не как людей, а как лидеров. И по-моему, они не сильно отличаются как лидер. Как человек, да, Скай странный. Ну, я, наверное, подразумеваю, что как человек постепенно реализуется и в то, как ты лидер. Ну, не знаю. Вот это вот. Тогда нам надо сюда. Ха значит хитрость. Подожди, ха значит ха... Подожди, ха значит охотник. Или охота. Хантед это охота, да? Тот за... Охотится. Тот за кем охотится. Тот за кем охотится. Типа охоте ему... Да. Жертва, короче. У нас нет такого слова. Ну, у нас слово жертва. Прости. Ну, мисс энтузиазм, кто вы и где моя дочь? Последний день занятий, а потом ждет свобода, каникулы. Я не могу не остановиться на этой замечательной детали, скользить по полу. По полу. Это вот в носках. Ты каждый день это делаешь. Ну, в смысле, у тебя есть возможность это делать. Ну, и в шерстяных получается максимально эффективно. Купите шерстяные носки на Новый год. По кухне вот так, с разгона. С оленями. С оленями неплохая идея. На оленях я могу, возможно, дальше. И спеши. Освободишься не раньше, чем корзина. На футболке мамы Уилл, как будто бы ее парень. Ну, парень Уилл. Прощальный вечер, миссис Рудольф. Я должна помочь украсить зал. Я завтра постираю, обещаю. Я третий день это слышу. Смотри. Это корейская поп-группа. Это Чунгук. Чимин. Что на мне? О, Венс, Майкл, Джастин. Ты его фанат? Смешно. Стирка сегодня или вечером никаких прощаний. Офигенная шутка. А, закончилась. Последняя одежда ее дочери? У всех есть такое, что последняя это всегда какой-то чей-то мерч. Либо что-то, что тебе бесплатно перепало. Ну, бывает же такое? Я понял, почему мне нравится Уилл. Потому что она единственный ребенок, которому я сочувствую. Вот вся ее ситуация в семье. Мама, которая немного не в себе. У матери проблемы. Она одинока. Видимо, она это заслуживает. Неважно. Она просто вот такая женщина, которая немножечко перегибается с дочерью. И вот нам просто показывают ее быт. Как она пытается между стражницей, между угодить матерью и между неуспеваемостью по школе, что я разделяю. Просто у других девочек, у них нет проблем с неуспеваемостью. Допустим, я просто... Почему? Потому что я смотрю, наверное, она ближе всем к народу. Потому что она самая, можно сказать, обычная, что ли. Чем другие необычные? Ну, вот смотри. Допустим, Корнелия. Нет, давай не брать Корнелию. Фау, фэшн. Это ее стиль, да? Это она такая... Потом дальше. Хорошо. Ируна. Потом дальше. Тарни. Тарни. Это отличница. Она вообще все успевает и молодец. У нее хорошее вроде как взаимоотношение. То есть она... Много из нас отличников. Ну, про Тарни вообще, кстати, что очень несправедливо. Сколько экранного времени уделяется Уилле ее взаимоотношениям в семье. И сколько Тарни. Вообще даже не знаю, как выглядят ее родители. Это несправедливо, что там так мало... Надеюсь, это как-то исправится. Родители Хайлимпы показали всего лишь. Она отличница. Она занимает... Реально. Это что за хрень? Это то же самое, что Фарагонда такая. Блум и Стелла. Остальные пошли нахер. Нам родители и остальных девочек, кроме Ирмы... Ну, отца Ирмы часто показывают. Полицейский, да. Мать Корнелии один раз вообще видела, мне кажется. Пару раз мы видели родителей Хайлин, родителей Корнелии, родителей Ирмы. Родители Хайлин точно нам никак не раскрывали... Ну, нам раскрывали их как гиперопекающих родителей. Там бабушку показывают, но бабушка не считается. Бабушка, она не как родитель выступает. Нет, как раз бабушка... Она выступает как бывшая стражница, это другое. Она выступает как родитель и воспитатель своей внучки. Нет, она выступает как... По крайней мере, в первом состоянии. Она передает информацию, это вообще другое, не сравниваем. Ну, то есть, девочкам остальным, особенно Тарани, вообще очень мало внимания уделено. Ирма, родители Ирмы, но... Родители Ирмы, по сравнению с остальными, отца чаще видела. Реально, Тарани, получается, самый такой нераскрытый персонаж с семейных отношений. Вот, я просто... Почему с ней такой... Потому что у нее вся жизнь неловкая. Ну, у нее удивление, что она тебе больше нравится, потому что ее больше всех показывают и раскрывают. Может быть. Так что помочь не смогу. Чепуха, если ты хочешь на бал, помоги с подготовкой. Я так долго придумывала украшения, мы не отдадим тебя на растерзание грязному белью. И когда тебя нет... Проблема закинуть в стиралку и пойти по делам. Так нет стиралки в этой семье. Ну, это же инструмент наказания, ты должен стирать руками. Да что за бред, нет. Корщит начальницу. Ирма провоцирует. Что? Я сказала, меньше причесывайся. Клетки мозга теряешь. Вилл, пожалуйста. Ведь без тебя все будет не так. Постараюсь. Конечно. Стиральная машина. Вообще все, надо оживить, посудомойку. Да, да. Хотя... А что она сделает? Помоет. Так же, как она могла и мыть, не оживляясь. Просто теперь у нее будет сознание. Я не поняла, почему это проблема. У нее будет сознание, которое будет мучиться в этой большой какой-то железной консервной банке без возможности оттуда выбраться. Ты просто представь себе. Ты как будто в коме. И вся твоя работа в своем желудке перемалывать одежду, которая не самым вкусным образом пахнет. И ты такой, а-а-а-а. Я хочу выбраться отсюда. Мне надоело. Я хочу рисовать. А это все, на что я способен. Страш. И тут два варианта. Или милостиво убить его, или отправить на свалку. Даже когда он на свалку отправится ко всему остальному мусору, будет просто ужасно. Это не робот даже. Ты просто жалко существуешь, выполняя человеческие проблемы. У нас так робот живет. Я его перепрошил, и он теперь очень недоволен своей жизнью. Опять нас рады, кошеные ублюдки. Это не в моих привычках, но миссис Рудольф не просто читательница. Она Галгейт из Меридиана. Она не уходит на пенсию, а возвращается в другой мир. Так что случай особенный, и зачем это знать копии? Класс! О, боже, пусть проскочится. А, она отвозит это в химчистку. Ну да, есть такой прикол, что, допустим, в Америке есть же там химчистки, и вообще вот, ты знаешь, стена из стиральных машин, целое здание. Да, ты ходишь стирать. Так люди даже себе мужей и жен находят, стирают вместе. Прикольно, целый пласт культурный у нас выпук. Который, да. Ты реально приходишь, постирает свои вещи, ждешь час, пока читаешь или играешь, пока не постирается твоя одежда. Ну и уходишь, потом приходишь. Обычно вместе с розовыми носками, как это часто обыгрывалось. Поднимайся. Помнишь, при стирке не смешивать. Ирму с Корнеллией? Ладно, тогда план Б. Дамы, подруга не знакома со стиркой. Бедная, бедная дитя. Я серьезно. Сможете ей помочь? Устроим ей курс молодой прачки в мягком режиме. Этих денег хватит. Если кто-то войдет, прикройся журналом. Мы только украсим спортзал, и я сразу верну тебя в кристалл. И помни, ни с кем не разговаривай. Я не понимаю, как устроены все-таки эти штуки. Я 300 раз об этом говорил. У них хоть какое-то сознание есть, или они... Это маленькая доля отчасти сознания выл. Как будто бы маленькая доля. Что там выглядит прям максимально не тупляюще? Упорота. Она ее оживит? В смысле, сделает ее прям сознание? Ого! Ты уже не бездушная рабыня, хозяйки сердца Кондракара. Теперь ты живая, чувствующая алтер мира. Со всеми воспоминаниями Вилл, ее эмоциями и силой. Я живая, я чувствую. Мне страшно. Чудесно, правда. Стать по-настоящему живой, а не бледной тенью. Стоп, я тебя помню. Ты старуха из кошмара. То был кошмар Вилл, но не твой. Я дала жизнь. Я твой друг. Помни это. Так это же полная копия. И все... Ее мысли должны быть... Ну, мысли Вилл должны быть ее мыслями. В таком случае, если Нариса появится при настоящей Вилл, у нее тоже получится ее переубедить. Потому что это то же самое. Нет. Это она понимает, что она копией была, и теперь ее оживили. То есть, это все равно немножко другое. Так нет. Я не могу объяснить, но чувствую, что это другое. В этом вся и разница. Одно дело, когда часть воспоминаний, но она сказала, что полностью ее скопировала. И она теперь полностью... Но это все равно, что у тебя сейчас, у тебя сейчас все мои воспоминания. Это не делает тебя мной. Это очень сильно приближает. Нет. Тогда она должна текать от нее просто максимально. Но она и боится. Слушай, одежда сама не отстирается. Да уж, будь так, я бы нежилась в прачечной во Флоренде. Реально, как наш робот. Ух ты, настоящий смех. Здорово. Эй, полегче с порошком. У меня только один цикл полоскания. Неплохо. Почувствуй жизнь. Тогда тебе будет, что терять и за что бороться. Странный замут. Она ее отпустит? Да. Она не будет ее перебеждать? Чтобы она не соглашалась обратно возвращаться и пошла против Уил. Или забрала у нее кристалл. Ну, может быть, да. Ведь сила подразумевает, что ты умеешь управлять кристалл. Не верится, что ты уедешь навсегда. Обещай приезжать в гости. Как только сумею. Увидимся на празднике. Трогательная история с персонажами, на которые нам плевать. Это же ее подруга из первого сезона. Да, да, да. Которая заявила в полицию, собственно, что ее нет. Она умрет, наверное. Прощание все тяжелее дается. Я знаю, но ты королева. Нехорошо половину времени проводить зоопарты в другом мире. Тут ведь не только школа. Тут моя жизнь. Я буду скучать. Есть светлый момент. Тебе не придется зубрить математику. Если бы Галгейта обещала уроки на Меридиане, если она поставит двойку, можно бросить ее в темницу? Это нормально. Просто, возможно, я... Ну, как сестренку. А-а-а, прекрати это делать. Ирма, осторожней. Блеск. Осталось только 9999. Что ж, шариков не бывает слишком много. Нет, не бывает много туфель. С шариками случается перебор. Не представляю, как мы все это развесим. Это пара пустяков для страшниц. Ну, нет. Наши силы нельзя использовать для всякой ерунды. Ах ты, мелкая тварь. Да, блин, ну серьезно? Нет, ладно, все. Она взяла... Надеюсь, она шутит. Я очень надеюсь на... Ну, у нее был прикол. У нее... Да, именно из-за этого я и бомбила в первом сезоне. Дестир вроде шариков. И мы рискуем попасться. Больше никаких шариков. Меня уже шатает. Шатает, заносит. Какая в сущности разница? Ха-ха. Ты серьезно? Ну, вот вы серьезно. Ну, ты серьезно? Какая ты... Ха-ха. Не, ну ты что, серьезно? Ха-ха. Причем это не было вчера, позавчера. Это вот, полчаса назад... Делать все ровно то же самое, даже еще хуже. Даже еще хуже. Это для общего какого-то, да, дела? Где они могут друг друга прикрыть? А тут ты просто оставил своего клона. Не, ладно. Ну, это, конечно, ее качество. Я даже не знаю, как к нему относиться. У меня пузырьки отовсюду. Вижу. Потрясно, да? Если хочешь, чтобы я все просушила, добавь монеты. Хватит? Все, наелась. Ой. Эй, знаешь что? Я голодна. Эй, куда уходишь? Поесть. Ух ты, голод. Как интересно. Как это работает? Ты же помнишь все. Ну, это правда. Ну, да, она помнит. Она не ваш, ну, поводна. Вы поймите, за что я цепляюсь. Базовое формирование личности на воспоминаниях строится. Ты тот, кто ты есть, потому что все проблемы деменции и паркинсонов и всех старческих заболеваний в том, что у тебя разрушаются белки, которые отвечают за структуру памяти. И ты уже не помнишь, кем ты был, кто твои родственники и так далее. И от этого начинает рушиться личность. Человек тем целостнее, чем больше помнит. И когда тебе передали всю ту память о себе, тебе передали и все те же воспоминания о сытости, о способах перемен и так далее. То есть, это твоя полная копия. Она ведет себя не как полная копия. То есть, есть, возможно, знания о мире, но не надстройка памяти. Ощущение, что она была чистым листом просто со внешностью Уилл. Да, вот в таком... А теперь в нее внедрили сознание Уилл. Точнее, не сознание, а воспоминание. Нет, в том-то и дело, что если бы тебя внедрили сознание, ты бы не реагировал бы так на все свои раздражители. Я и говорю, в нее внедрили воспоминание Уилл. Вот и все. То есть, она просто какая-то конструкция, похожая на Уилл, у которой теперь есть чувства и воспоминания. Твои... Это тоже воспоминания. Ты просто... Это неделимые вещи. Нельзя просто так взять... Хорошо, в чем проблема, что у нее воспоминания Уилл? Это не делает ее Уилл. Это делает тебя Уилл? Нет. Воспоминания... Саша, я тебе еще раз говорю. Если я выдерну... Есть ты. Если я выдерну. Нет, есть ты. Просто ты какой-то, да. И теперь у тебя все мои воспоминания, вся моя жизнь. Это не делает тебя мной. Это просто информация. Если ты вычистишь у меня всю... Если ты меня форматируешь и зальешь свое воспоминание все в голову, это будет прям огромной частью сознания. И на фоне всех этих воспоминаний запустится твое сознание. Просто немыслимо. Мне надо переодеться. Смотрите, у меня пятна от пота. Корнелия права. Может, действительно не возиться с гирляндами? Нет, без гирлянд не получится. Они олицетворяют нити памяти, связывающие с Галгейтой. Куда бы ни занесли шарики жизни. Ну все, хватит. Вилл, давай снабжай нас крыльями, а то лично порву гирлянды Хайлин. Сколько мне повторяло? Да брось, ты ни разу не пользовалась силой, кроме как для борьбы со злом. Что? Ты создала страйний дубль для стирки? Стирка – это зло. Не говори, пожалуйста. Так удобно. Я не могу в ней вилл просто. Помогите правильно к этому начать относиться. Я, может быть, что-то упускаю, но вы максимально двуличная тетка. А чего она боится? Почему появился такой дуализм? Не знаю. Вообще не понимаю природу этого появления Уилл. В случае с матерью имеет место страх. Тут не понятно, почему она там использует силу. Чтобы облегчить себе задачу. Почему она... А здесь почему нет? Она боится потерять лидерские позиции. Если она скажет, что можно использовать силы, получается что? Что она теряет? Непонятно. Никто же не станет ее ругать за то, что все и так делают, что они хотят. Девчонки сами этого хотят. И ты не перестанешь от этого быть главной стражницей. Странное дело. Уже пора идти. Она ведь не хочет случайно в прачечную опоздать. Верно? Ладно. Хорошо. Только раз. Посмотрим украшенную замку. После вас, миссис Рудольф. Делли, что с тобой? Просто я осознала, что ухожу. Не могу на это смотреть и вам не советую. Миссис Рудольф же с Меридиана, нет? Да. Эй, где моя подруга? Кто знает? Не все равно. Она нас чуть не утопила. Так не пойдет. Сказала, куда пошла? Сказала, что голодна. Не то, что я. Я наглоталась порошка на годы вперед. Хотя я одобряю хороший аппетит, возможно, мисс лучше плавить темп. Пока кто-то из нас не заболел. Я не могу. Еда вкусно. Мам, как же я тебе рада. Я тоже, детка. Я... Один момент. Если надеешься увильнуть от стирки... Нет, что ты. Я ведь стирала целый день. Отлично. Можешь идти на праздник. Праздник. Эй, и ты приходи. Хочешь, чтобы я пришла к вам на праздник? Где будут твои подруги? Да, похвастаюсь мамой. Что ж, идиот. Я переоденусь. Память и интерпретация мотивов. Так мотивы же строятся на воспоминаниях. Да, это странно. Если у нее память вон, она должна знать, что у них с Матерью не прям вау отношения. Ну, или... Ладно, это пристраннейшее обстоятельство. Да, это странно. Оставь футболку. Круто. Правда? Спасибо. Быть живой – самое лучшее, что я пробовала. Что она скажет, когда соленый огурец встретится с арахисовым маслом? Если ищешь бездонную бочку, то она вычистила меня и отбыла. Здорово. Здорово. Вы говорили, как робот-пылесос. Вы же говорили. Есть просто озвучки для аксиомовских пылесосов. Там целая... Ну, по-любому слышали. Да, смешные видосы с этими пылесосами. Тут в квартире робот-пылесос, и я такой... Короче, он у нас теперь ходит и ругается весь день. Я смотрю... Я перестаралась? Ты про что? Правда? Это не важно. Ты изумительная. Спасибо. Обожаю тебя новую. Пойду освежу макияж. А я поищу мой новый образ. Наслаждаешься, дорогуша? Надеюсь, ты не слишком привязалась к жизни. Что вы хотите этим сказать? Знай, когда Вилл найдет тебя, она вернет тебя в кристалл. Прервет твою жизнь. Ну, само собой, если ты не заменишь Вилл навсегда. Дилемма офигенная. Да, да. Замес интересный. Дилемма дублера. Вот если я себе склонирую. Дилемма дублера, да. Вот что? Кто из нас должен умереть? Кто из вас настоящий? Кто из вас... Ну да, в любом случае, кто настоящий, а если нельзя быть вдвоем? Ну, дублер. Любое сознание уже становится проблемой. Сознание уже человек. Убийство сознания – это убийство человека. Ну, мы вообще определяем человека по сознанию. Ну, я и говорю. И, в целом, любых живых существ мы определяем по сознательному поведению. И если сейчас действительно Уилл от нее избавится, то она действительно убьет ее. Это будет убийство. Это будет убийство. Эй, я велела все постирать и ждать меня. Это так трудно? По делам мне. Не надо было тебя создавать. Нет! Эй, у астральных дублей нет силы! Если она вернет ее в сердце Кандракара, это будет убийством, как меня сейчас. Такое бывает, я нездоров. Если она ее засунет обратно, это же, ну, это же не убийство. Почему? Она же состоит из энергии, да? Нет. Ну, она поместит ее, это хорошо, это не убийство, это тюрьма. Что тоже не круто. Блин, какая-то патовая ситуация на самом деле. И дать ей тоже свободу и волю. Если она поместит ее в сердце Кандракара, она исчезнет. Она не будет там жить. Она исчезнет. Как джимы бутылки? Вилл! Корнелли, Ирма, привет! И не была в прачечной, все ясно. Я поздно, пора гулять. Кого они подобрали? Ну, двиняка. Вы не из вежливости, вам правда понравилось убранство. Да, Харин. У меня нет слов. По-моему... Какая Харин красивая. Очень, очень. Каюка-то красивая. Очень круто. Маловато шариков. Не парься, детка. Не сердишься, что я возвращаюсь домой? Жалко, но ты, Мартин, нужен тому миру. Я привыкла не заморачиваться на какой ты планете. Эй, давай, Ирма! Танцевальная машина зовет! Ну, может быть, очарует ее это простодушие. Ну, как с этим жить? Возможно, в краткосрочной перспективе у него что-то и выйдет. Но одним вечером он будет задушен подушкой. Хрустная история этого момента. Жалеть мы его не будем. Мэтт и Найджелл классно играют. Какие они все некрасивые. Это же выпускной бал. Ну, конец года. Да, у американцев же каждый год выпускной. Да? Что ты говоришь-то? Типа, каждый год. Все равно, все равно каждый год вечеринка. Это лучший праздник, что я знаю! Куда исчезла? Я ждала тебя полчаса. Да так, одно дело. А что ты забыла тут? Вил, если не хотела, зачем приглашала? А, нет-нет-нет, конечно. Я хотела тебя видеть. Кто не захочет оттянуться вместе с мамой? Я думала, что ты уже в зале. Иди веселись. У меня будет-то две дочки. Вил и ее злой двойник. А, Вил, как ты сожигала! Не два лет уже, чем я. Что? На сцене. Вот уж не ожидала такого. Ну, когда-то надо начинать. Извини. Она не может сказать... А, ну все, я теперь... Конечно, она не может сказать. Потому что она закрысила, закрысила силы. То есть, вся эта построена из-за того, что по непонятной причине она до сих пор ведет себя, как тварь. Она бы просто попросила помощи у подружек. И это было бы куда проще решить. Это реально, мне хочется разобраться, почему это происходит. Почему она не разрешает себе и окружающим использовать силы по назначению. У нас не было такого прецедента, где все погибли из-за этого. Да. Обожаю пунш. Ты уже говорила, Вилл. Ого! Сколько же ты можешь выпить? Что? А сколько я выпила? Не знаю. Где-то с десяток. О! Туалет. Кошмар! Ведь это прыщик! Какая она красивая! Очень, очень. Я не могу, мне очень нравится. Что за мило? Да, ты не заметила? Ну, только сейчас заметила. Очень красиво. Такая речь такая на всех. Я же говорю, у нас больше общего, чем он, ко всем кажется. У тебя нет такого платья. Вообще-то есть, и я обожаю черное. Особенно, если это платье. Ни разу не видел. Ты угораешь, у меня... Четыре черных платья коктейльных. Коктейльных? Да. Они называются «Коктейльные платья»? Угадаю, я только что вышла? Ну да. Не прыщик, а шоколад. Итак, что происходит? Да, все ужасно странно. И ты одновременно повсюду? Колись. О, Вилл. Да, я создала астральную копию из-за стирки, а она сбежала. Но копия тут. Я в шоке. Ты использовала свою силу ради такой ерунды, как стирка. Но стирка – это зло. Неважно. Может, отложьте критику, пока мы не отловим и не избавимся от нее. Разделимся, от всех она не спрячется. Это реальная риторика, убийство просто. Да, избавимся. Для сознания, которое ценит свое существование. Да, да. Да, да. Они звучат, как враги. Мне нравится. Мне нравится. Это, правда, интересный, даже какой-то философский замес. Мне нравится. Это, правда, вот так. Я не знаю, это так. Девушки отдыхают И ты плачешь Дубли не плачут Не зови меня так Блин, а как тебе волосы сейчас похожи на какой-то анимешного персонажа? Так это и есть все аниме? Да, но девочки не прям похожи на анимешных А вы прям очень похожи Ну не знаю, ну сейчас они как дерутся даже Ты че? Ну это прям аниме Я понимаю, что это аниме? Ну это прям не аниме Но я к тому, что, допустим, остальные как будто не прям так нарисованы Я об этом раньше не думала А вот сейчас, как они дерутся, как будто я смотрю аниме Как будто ты не смотришь аниме, Рубин, ты никогда не... Саша, я смотрела аниме, ну пожалуйста Какое? Много разных Откуда еще у меня тогда появилась эта неприязнь к этому жанру? А что ты смотрела, что так сильно тебя разочаровал? Да даже то же самое Наруто Наруто тебя разочаровал? Мне не нравится такое А знаешь почему? Потому что это Сенан Зачем ты смотришь Сенан? Это для мальчиков Хорошо, для девочек такая же хрень Все, что ты мне не показывал, мне не нравится Все, что бы я сама в детстве не... Ну Наруто не прям для мальчиков Многие девочки... Ладно, это ты поломанная Моя подруга добилась себе татуировку с Наруто Не с Наруто, а с Какао-сенсеем Да хорошо, это же из Наруто Да, и что? Она девчонка Ну она немножко особен Не, ну Наруто реально, это вне гендера Простите все фаны Мне просто не нравится аниме вообще Не стойте сряд! Ко мне! Да, на помощь! Ох, ура! Ого! Ко каких пор силы есть и у дублей Я докажу! Мы едины! Кристалл! Теперь кристалл, да? То есть мы теперь не едины Мы кристалл, да? Нет Огонь! не помогло обе стали ну получается да да ну такой у кого кристалл то настоящее ну и она может соответственно запускаться так здорово что нам показали это из окон набитых людьми может быть нам повезет и сегодня кто-то очнется и такую а у гроза может быть выйдем посмотрим там феи нет калиб это я девчонок и так не поймешь а тут еще раздвоились ты копии это же ты мы вообще не заметили что калиб в костюме я заметил я не заметила калиб в костюме это красиво он так сидит очень красиво падает но ты хочешь меня убить нет я обязана вернуть тебя в кристалл и тебе должно быть безразлично дубли ничего не чувствую я не думаю нет я живая у меня наша ваша память тогда она сказала я тебя заменю сказала я это ты может скрутим обеих разбираться будем позже вы слышите я в первый раз услышал как у них крылышки ветер сдают да 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 они как бабочки вижу все равно отсылки бабочка на дают них две по две пары крыльев что-то вроде бабочка не птички то уж точно не птички кажется я поняла что за дама что изменила меня и предостерегла старушка из наших кошмаров и и вот в и в Казала живая. И я ей верю. Астральный дубль не может такое. Особенно выпить столько пуша. Но, Вилл, она пыталась тебя убить. Она думала, что я хочу убить ее. Все потому, что старуха из наших снов ее обманула. Но я не принесу вреда живому. Ты лжешь. Думаешь? Отпустите ее. Ничего, она моя частица. Она поступит как надо. Нет, ты хочешь тянуть меня в кристалл. Назад в небытие. Если ты точно я, правду ты знаешь. Я тебе верю. Ну, конечно. Ведь мы одно целое. Отвратительно. Что ж, моя вина положилась на интуицию. Ей надо было просто тихонько заменить страшницу. Так нет же. Ничего, хотя бы отвлечет внимание. Да ладно. Ах, жесть. Я думал, как они ее уберут. Не получится же, что она сбежит из страны. И где-то на Багамах будет попивать коктейль из кокоса. И такая новая жизнь. Жесть, жесть. Все, реально убили. Ну, это прям первая смерть, да? Да, как будто не было до этого. Ну, таких ярких. У нас были второстепенные персонажи, которые гибли. Ну, там, допустим, на войне. Очень неловкие анимации смерти. Бессмысленный героизм. Это она. Схватим! Спасла мне жизнь. Хотя так хотела жить. Так положено сестрам, да? О, Вилл, она на грани. Вижу. Ну, что можно? Хотя я верну ее. Но не в кристалл, а в себя. Только если ты согласна. Тогда твои мысли, чувства и память, все твое будет жить во мне. Согласна. Неплохо. С кем целовалась мама? С тем ученицем. С учителем? С усатым. Блин, это все испортило. Я почти растрогался. Вот, знаешь, уже слеза идет, идет, идет. А потом я вижу, как ее мама целуется. И так, оп, обратно. Какая, какая, как ты даже... Меня это не тронуло. А меня это не тронуло. Теперь у нее будет биполярка. Будет теперь жить в ней. Ты понимаешь, это раздвоение личности. Ты будешь... Сам говорил, что это одна личность. Нет, теперь получается, что нет. Теперь у нее будет тульпа в голове. Забыла обещание заняться стиркой? Не знаю. Забыла обещание не гулять с учителем? Вил, я... Гулять? Ладно. Гулять с моим учителем жуть. Но... Но не обманывай, обучая меня ответственности. Беспредел! Так, ну, так, что? Я что-то упустил в их отношениях. Маме нельзя встречаться с... Почему она не может... Какое имеет право запрещать своей матери встречаться с кем-то? С учителем? Так, стоп. Ну, она может выразить какое-то свое неприятие? Иронично, что я сегодня в начале серии сказал, что Вилл мне нравится. Она сегодня ведет себя максимально странно. Даже по отношению к матери, которая раскрылась. И матери просто любви не хватало от дочки. Она так обрадовалась, когда ее пригласила на эту туфель. Смотри, она прям раскрылась. Настолько ей классно зашла тема, что она вспомнила все, что только можно было вспомнить. Вот эти джинсы, да, рваные. Да, я, например, от матери прониклась в эту веселье. Абсолютно. Я ей сопереживаю. Почему она не может встречаться с кем-то? Дочь нагнала, блин, на то, что... Что? Что? Почему нет? Ну, возможно, потому что мать запрещала ей, получается, не совсем честно. Она запрещает ей отношения, она запрещает ей встречаться со своими друзьями. Она хочет увезти ее в другой город. Она с ней мало проводит времени и вообще не разделяет ее ценности. При этом сама она позволяет себе тусоваться с преподавателем, от которого она, кстати, ушла. Ну, это неважно. То есть, получается, я могу делать все, что угодно, а ты... Ну, так и Уилл такая же! Она тоже может делать все, что угодно и запрещать это своим подружкам. Они не такие уж и разные со своей матерью. Да. Это крутая серия. Однозначно крутая серия с странной непонятной идеей и моралью. Это, опять же, это дискуссия. Я думаю, что вам есть что добавить, потому что с Уилл непонятная ситуация. Может быть, я что-то забыл. И какая-то супермаленькая деталь, как, допустим, шланг, который выменил бланк, решает вот эту всю ситуацию и нам покажет, почему, оказывается, Уилл так себе ведет с своими подругами и со своей матерью. Сейчас я, несмотря на то, что мне нравится, не на ее стороне. Разве что не только в том случае, когда она свой астральный дубль решила освободить и не мучить его до конца. Тут, конечно... Если бы здесь она ее убила, то было еще хуже. Или засунула в кристалл. Это... Это какой-то прикол. Хотя Уилл, может быть, станет добрее после того, как впитала свое альтер-эго. Ну, как видишь, нет. Как видим, нет. Пишите, что думаете. Я даже в замешательстве... Однозначно серия крутая. Однозначно спасибо бедному папику, который сделал ваш сегодняшний вечер. Просто поблагодарим его и всех остальных, ради которых это будет выходить намного чаще. Чародейки теперь топ нашего канала. Как всегда и были. Было, да. Ставьте лайки, пожалуйста, объясните, что здесь происходит. И обязательно подписывайтесь в наш телеграм-канал с новостями. Потому что на канале мы сделали недавно стрим. А сейчас у нас опять происходят некоторые изменения. Рубина, допустим, уезжает по семейным обстоятельствам. И у нас небольшие перетрубации с контентом. Чтобы были всегда вы, так сказать, на острие. Подписывайтесь там постоянно. Все анонсы, все вот эти вот штуки. Туда, все, все, туда. Вся инфа там. Нам намного легче с вами вести вот эту вот всю бытовуху. Вот это что, куда? В телеграме. Поэтому максимально рекомендую для вашего же блага. Все. Спасибо, что посидели с нами. И будем встречаться на этом канале чаще. Пока. Пока.